здравствуйте ну я продолжу 8 на 3 22 я продолжу наш так сказать разговор который возник из какого-то спора с полковником стрелков до заучного так сказать ну начало я сейчас не буду вы смотрите начало ссылки там указаны до дойдете так кому будет интересно вот ну все касается конечно вот тех событий которые сейчас в малоруссии происходит вот и я хочу сразу может эмоционально поделиться с вами тем что накопилось с одной стороны меня очень порадовали вот эти вот стратегические удары на сторону западной украины вы если обратили внимание что все военные действия велись до наших восточных и фактически мы видели стрелки туда-сюда но вы можете на сторону так сказать западной украины как бы не было но однако они после вот наши так сказать разговора они появились ну я и в сторону живтумера сторону николаева но там встретим там упертый этот самый бандерович сидит поэтому как бы николаев обошли и как бы двинулись в сторону винницы на бандеровцы сняли там сидят у порта скотобаза вонючая вот это вот бандеровская ну вы знаете да что они сделали доме профсоюзов и так далее терять им нечего и я них подтянули к николаеву так сказать но это следовало ожидать потому что наши клини пошли к смыканию вообще это некое оперативному окружению к стратегическому окружению естественно они как-то этому хотят противодействовать вот но вот таким образом мы наблюдаем вот такую картинку сторону житомира есть некоторый успех в сторону виницы процесс затормозился по крайней мере это выглядит может быть там работа ведется так сказать боевая и так далее ну я думаю в чем причина что ну причина я думаю тупорилости наших вот этих 200 тысяч наших коммуниатических чиновников жрут пьют поедает красную икру ну делайте ничего не хотят политических решений а тут уже не столько военные сколько политическое решение смотрите где-то 250 тысяч все бандеровская войска да но где-то у нас чуть меньше наверное где-то с 1040 50 это Новороссия Галдзик Донецк да и ну наверно 1140 наших там войск под Гристина да вот я спрашиваю еще раз в чем причина почему нельзя пару дивизий хотя бы как отвлек если не хотят вот со мной согласиться что как стратегический удар да как как отвлекающих это будет то есть это приведет шоковое состояние если мы двигаемся на западную украину ну можно было вот за это время вот мы киевская группировка там у нас вот появилась первые дни вот можно было уже 12 дней ползти в западном направлении понимаете то есть я как бы там говорил о том что надо за три дня за четыре дня за пять дней дойти а ну вот уже было 12 уже можно было выйти так сказать в предместе львова перекрыть там всю всю все все пограничные вот эти блокпосты которые сейчас граждан вымогают которые не хотят участвовать заметьте против братоубийственной бойне они хотят ну просто уехать не все ну вот как бы потому что восточной части их перекрывают что делать простому человеку которого поганые коммунисты бросили вот у это бандерлянское царство не спросить не его согласие хотят ну ленин там орал обшарить харьков джуус ролин сказал все отдать львов и все бандерляне и все никто не спрашивал что русские войска освободили 2 и так далее это их никого и так сказать не грел ну ладно я сейчас вот я думаю что мы без труда могли бы две-три дивизии и бросить не хотя бы начать хотя бы мере ну если не хотите быстрого ведь это почему важно но они я уверен что долларовый поток и идет по самом безопасном пути то есть вот по этой центральной части бандерляндии через вот эту венец у львов западную украину и дальше они проникают туда и вот все вот эти отряды вот если как только мы вот этот вонючий поганый смердящий доллар поток вот эти чемоданы с деньгами перекроет так и все так и вот это пойдет все все затухали то что там стрелков говорит что там много промытых пол мозгов да вот все это промытость их не угаснет как только вот за это перестанут подплатить бабло а американцы сейчас будут сгревать и в баблом ну естественно мы знаем что перебрасываются части именно к западной украине и вот это румыния это венгрии так далее так далее то есть вот но мы же вот имели нашей истории плохой опыт опыт плохой вот какой куда царское правительство не почесалось что госдепи вооружила до зубов этих бешеных самураев сумасшедших которые с дуру и обрекли свои свой народ на многочисленные странами напали на российскую импирию то есть они создали временный перевес там вот на конкретном участке нисколько не подумал как им потом по башке могут настучать и сейчас эти многие там собора и мне там грозятся займемся вами немножко позже не волнуйтесь не забыли правосы вот ну и какие моменты я вот по военной тактике вот смотрите фронт очень широкий от если от житомира считает до николаева от виницы и можно вот на протяжении же этого много-много таких стрелочек попробовать на прочность там там а если где даже города нет нет населенных пунктов все равно эту территорию надо занимать и контролировать чем мы толще сделаем вот эту пробку тем лучше для бандерляндии прочее там сказать чем заслоны поставим прочнее почему ну давайте даже вот такой момент такой момент коммунисты отличается исключительной тупостью вот они даже не могут 3 опыт древних вот битва при молодых ну как вот сделали там просто изобретательного войск было мало а люди изобретательного то не сооружали городки да и и эти городки успешно военные да чистоколы раз собрали вот ну вот такой мини-городок и он очень помогал в обороне города вот вот если где-то не получается город отбить ну так давайте и создаем вокруг него военные базы укрепрайон это нам по-любому пригодится может пригодиться это вообще будет хорошим ударным кулаком для вот этих группировок которые создаются они ну и там в это военная база поставить там талантливого человека ну с воображением например шаманова или того же стрелкового да которые бы занимались не только какой-то военный но и хозяйственной деятельностью то есть дать там товары люди страдают переживают русские люди не виноваты что дебилы коммунисты придумали на справа нации на самоопределение и почему сейчас 500 500 ну как минимум наших ребят погибло ну посмотрите калининград вот они забыли зафигачить калининград смотрите дебилы просто забыли про калининград и смотрите как хорошо и спокойно там все вот я вот на этом примере видно что за дебилы вот это вот все и вот эти 200 тысяч 300 тысяч вот этих чинуш они поедают жрут рассказывают как они великое отечество вот сейчас поезжайте нацбандерцы помогите строительстве в создании укрепрайонов я понимаю что вы трусы коммунисты гнусные но вы же можете поехать там помочь просто в создании не боевых действий а вот продвинулись наши а вот там какой-то укрепрайон создадите понимаете с базами привлечете туда бизнес-проекты закрутите чтобы все что жители Малороссии получали там ну в половину дешевле чем они получают ну хотя бы на 30 процентов вот этот экономический молод холодильник он проголосует за нас за создание за за и назвать эти базы магазины вот соответственно чтобы они отпугивали вонючих бандеровцев ну назвать так Великая Россия или Единая и неделимая Россия прямо так и назвать чтобы у бандеровца если он видел такое да мысли не было бы там что-то купить чтобы у пакости пусть он с голоду отдыхает собака это собака вот вот эти потомки ублюдков вот этих которые там женщина разостреливают в Мариуполе да под аплодисменты этого вонючего НАТО вот это вот ООН вот этой политической проституткой вот и просто которая вот это все ничего не видит что 400 тысяч русских там держат в заложниках нормальная нормальная картинка вот я хочу сказать что ну и вот вы гребете коммунисты 350 тонн золота вот узбекистан например 95 тонн золота вот смотрите своим своими дебильными мозгами что вы натворили вот это у нас бы сейчас было не 350 а 450 если бы не вы со своими вонючими протухшими мозгами со своим слабоумием слабоумием прямо на тенье самоопределение долой великороссов ну и все такое что все антирусское что вы там порождали понимаете и вот вот ну сейчас ребята русские платят кровь за это все вот но 350 тонн это же только одна позиция вы продаете американцам вселен вы продаете титан они делают из них пушки где деньги это зин а зин где деньги вот и нету денег на пенсию нету денег не мочу вы зафигачивайте распоряжайтесь по своему всеми нашими рыбными ресурсами поедайте красную икру черную икру но в конце концов может же путин вызвать вот этих своих красных бояр взять палку и лупить им по мордам говорят что давай им задать как это делал петр первый со своими боярами конкретно задание тебе такую-то базу сделать а ты сволочь я тебе дал все собака красная тупая вот ты почему ничего не делаешь вот петр первый карал не за то что он вот что-то сказал и не сделали там ответили бы по крупнику а он карал даже что он и не говорил ну что могли бы сделать но не сделали а они сидят сегодня все вот трудности у нас там две-три дивизии и там перебросить ребятам вот житомирской и вот условно как я ее называю аксеновской группировки вот это которая которая значит наступает на николаев наступает на сторону в сторону Одессы и в сторону Винницы вот это смотрите вот эти вот стрелочки ведущие к житомиру к Виннице они как бы идут на схождение к оперативным окружению там уже мы растягиваем фронт бандераться еще больше вот достаточно просто у них просто не хватит сил просто надо вводить новые силы которые не обязательно должны ну чтобы они туда сунулись а там стоит наша военная база две тысячи штыков да две роты танков десять вертолетов они сунулись туда там стоит наша база семь тысяч да недалеко от той базы да связь радиосвязь если на одну базу нападения срочно поднимается вся техника с других баз подтягивается туда да сейчас вертолеты то сего танки чтобы расстояние было небольшое скажем ну километров пять десять друг от друга вот и надо все это делать быстро привезли блоки не вот эти вагончики чтобы ваши русские солдаты как собаки там как вы а вы будете ужираться спать на золоте коммунисты там а чтоб это было хорошо утепленные вагоны ну знаю вашу жадность ну ну это не не так дорого понимаете так вот теперь вот за этого бандеровца который в николаеве организовывает сопротивление вот этих уродов да вот эти рожи там толстомородные бандеровские монголы ну вылитые монголы какие-то я не знаю вот это может быть и есть истинные так сказать арийцы эти самые сведомые арийцы как я их называю да вот ну шумеры как они вот это действительно люди не в нашей крови абсолютно ну вот какие-то пришельцы да там вот и ну 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 что стоит нас за него 50 тысяч долларов 50 тысяч вынести ему заочный смертный приговор вот наш судья должен как военному преступнику который вот организовывает убийство наших солдат который 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 держит заложниками вообще русских людей это что вообще это 11 какой-то вот ну и соответственно вот и назначить цену 50 тысяч они раздали оружие вот я слышу вот нас бандеровцы нагибают вот они раздали оружие ой ты бедные коммунисты а у вас ума не хватает вы наверное не знаете что вот эти наемные войска самые ненадежные ну дайте больше дать дайте по прочертите определенную линию скажите ну так я бы вот там был тоже я бы тоже взял оружие бандеровцы очень небеззащитного ждать пока ко мне придут вооруженные бандиты вот эти вот эти же самые бандеровцы ну я может тут же взял бы и разрядил в этого какого-нибудь бандеровского азовца там пол рожка допустим но это как бы в зависимости от обстоятельств вот но по крайней мере многие люди там ну 35 лет пропаганда ничего не знают пришли какие-то русские они не знали про них какие-то россказни большинство в бандерлянде бедных людей они никогда не были в россии а те кто был в россии им запрещено рассказывать как там норма как там какая там реальная обстановка я не говорю что у нас там все хорошо но таких ужасов дикости как только застоя это вот брежневский застой то что мы видим это ужас какой-то колхозе и коммуния там вот царит полная в этой бандерляндии просто просто пипец ну у нас ну скажем так ну далеко не все хорошо ну ну не так ужасно не так ужасно вот и естественно что в этом случае ну как бы коммунисты должны испытывать чувство вины что мы они должны себе сказать мы скоты вот эти с вас со своим словоблудим право нации самоопределение разделить россию на национальные вот эти вот лоскуты вот это все все это вот пожинают люди что мы посыпали головы пеплом и сейчас вот из этого золота которое мы пожираем там 350 тонн выделим какую-то часть на то чтобы формировать малородскую добровольческую армию и все и давайте этим людям платить не все там я думаю бандиты есть люди которые наоборот взяли оружие чтобы защитить свой магазинчик защитить свою лавку защитить свой какой-то ну иметь какую-то защиту и вот и многие даже и не против и не испытывают никакого к гауляйтеру зеленскому группенфюреру вальцману сыну вора и коммуниста никакого они я думаю симпатии не испытывают не испытывают симпатию к бандеровцу коммунисту кучами крапчуку не ну не испытывают они даже согласно были бы национализировать я думаю вот пусть местные силы при поддержке российской армии да чтобы уравнять уравнять вот этот тотальную поддержку саша госдепий который шлет эшелоны оружия бандеровцам да вот этим тварям которые помните воевали против и американских солдат да против английских солдат против того чтобы французы оставались немецкими рабами вот за это они вот воевали да а сегодня вот им потомкам вот эти вот люди которые ну способные на глоссаксы на любую подлость они так показали не шлют тотальную помощь нам надо уравновесить и не только те кто бандеровцы которые ну открыто говорят хочу убивать русских на геляку на это вот и он вооружен всем американским по последнему сути ну наверное логично если мы русских тоже вооружим так сказать и я думаю что ну если не многие если не больше половины да то ну очень большая часть охотно перейдет на нашу астану мы скажем вы или выбирайте или вы идите регистрируйтесь в русскую комендатуру как русской добровольческой армии либо вам будет пуля в лоб вот так вот так поставить вопрос и пусть человек сам выбирает свою судьбу и потом не жалуется что вот и вот это вот малоросская добровольческая армия вот пусть она и проводит национализацию надо вырвать ничего же не сделан ни реквизированных ни имущества ни вальцмана ни гауляй тарази ни группенфюрера вальцмана ни гауляй таразеленского ни коммуниста турчинова ни вот подстук коммунячий кептельман понимаете вот ну помните наверное историю с лазаренко и все такое прочее да вот поэтому поэтому ну как то это вот так ну и опять опять таки вот эти вопли там что вот бандеровцы нас коммунистов нагибают вот они взяли в заложники вот это вот и все вопли ну я не буду сейчас вспоминать что я вам говорил что надо развернуть широкое производство беспилотников вот сейчас как бы если бы у нас были армады этих беспилотников как бы они мочили по всем улицам вот этих бандеровцев беспилотник может даже в лицо опознать какую-то скотину там вот эту вот вот ну и все и как бы порешать с ней вопрос не разрушая ни знаний не не трогая ни других людей то есть там максимально если и был бы какой-то вред ну вы наверное все знаете историю когда американцы подправили свой беспилотник он прилетел значит в Иран и там убил генерала вообще ни в чем не не повинного человека который работал на обороноспособность и вонючая проститутка он ничего не сказал нормально все хорошо замечательно все вот ну и третьим конечно вот заметьте вот эти наши коммунисты абсолютно ну вот видимо военное руководство я вижу там ставит вопрос что в отношении вот этих наемников в отношении это ну как минимум в отношении бандеровцев азовцев ну мы ведем войну ну надо реагировать как-то этим слабоумными сидят они поедают икру не могут записать закон что связи с военным положением мы выходит этого вонючего совета европы утверждаем смертную казнь даже не для уголовных преступников а вот для вот этих военных преступников то есть для бандераций это расстрел на месте или по приговору полевого суда как это делать я же ничего не придумаю это они сделали они ничего это не сделали да эти же там мечет ну что ну если нас возьмут нас в тюрьму а потом нас освободят вот мировая общественность будет там вещь вырещать вот эти вот в отношении вот этих которые значит вонючих ублюдков вот этих которые приезжают сюда как они сами называют на сафари убивать русских поохотиться на русских ну я думаю что просто расстреливать это было как-то бы несправедливо если вот бандеровица он может руководиться какими-то своими вот этими протухшими мозгами да которые разложились там от американского кокса или там еще чего-то то этот вот он руководствуется ну то есть он русских за людей не считает да типа ну хорошо мы тоже можем его не считать за человека да а он и есть не человек он едет чтобы жрать пить пожрать пиво он готов какого-то человека женщину там изнасиловать убить пакость вонючая и он еще говорит я еду защищать русских женщин да ты образина тварь вонючая животная да на тебя любая русская женщина взглянет ее стошнит просто и вот вот это уже можно могут вот и он рожи свою показал заочно ему приговорить к смертной казни через повышение и опять на объявить награду за объявить награду за зеленского пять миллионов долларов группа кто сдаст его так сказать за ну соответственно ну и за каждого бандеровца скажем по 20 тысяч долларов да чем быстрее это же вот в общем экономичный ну в рублях будем выдавать ну вот и дальше далее создать иностранные легионы в чем причина ну я говорю что у нас вьетнам наверное многие помнят да самые боеспособные в свое время армия миру да со всех наших союзников собрать опытнейших снайперов и так далее вот а вот по Мариуполю как решить я вот немножко отвлекся вот так ну ну хорошо не не создали беспилотники ну купите их у вас 350 долларов купите их у той же ну соберите лучшие беспилотники в конце концов раз или партии сейчас деньги на производство беспилотников чтоб их производили сейчас прямо пачками сходу так сказать ну можно и то и другое понимаете одновременно ну мы получим ну если мы даже те же биорактаров у этого как его как его назвал зеленский усатый таракан да вот у таракана вот этого купим да ну и пусть хорошо да так эрдоган усатый вот сейчас у эрдогана хорошая возможность расплатиться с группами фюреров сгравляют аром зеленским так сказать я думаю что если мы ему дадим денег то он вполне нам продаст он уже сам заявлял что это чистая коммерция ребята я там не виноват я даже могу зиги бросать там и кричать слава Украине лишь бы мои биорактары покупали ну Россия может побольше чем в Бондерлянде купить вот этих биорактаров но с другой стороны применяя их вот иностранную технику мы уже кое-что подчеркнем для себя но я не настаиваю на таком более бы лучший путь наших ученых вот у меня как бы знакомые у нее племянника загребли путем обмана нарушения законодательства парня в армию обманули сказали что тут ДТП произошло и его повязали и отправили он вообще здоровый парень такой атлет красивый ну он там же тут же у них заболел но что интересно мне интересно одно что вот этот парень да я там я не согласовала ну и Арсений зовут вот скажу только так это не согласов ну короче говоря он победитель всяких физических математических олимпиад и он специалист по робототехнике так вместо того чтобы военно-промышленному комплексу создать и сказать вот ты давай будешь молодым ученым давай мы тебе там дадим вот сейчас школьников подсобных рабочих и вот специалистов давай скажи что нам как бы вот эти вот нам беспилотники самые разные сделать вот это же все робототехника нет вот пусть канавы там человек там роет там что у них там или с ружьем бегает по полю понимаете это же страшно усилить нашу боеспособность нам же беспилотники то не нужны как выяснилось да вот и вот но в конце концов если я понимаю что наши коммунисты когда их заставляешь думать у них мозги они начинают плавиться они начинают нести не понимать не понимает яхта ница икра жрать вот понимаете на уровне животного вот а когда вот надо какие-то ответственные решения или какую-то бубнить какую-нибудь пропаганду вот какой-то знаете кстати говоря я к сожалению вот наши киселевы наши вот эти вот соловьевы полностью проиграли информационную войну на территории бандерлянки дайте мне маленькую вот из этих 350 тонн вообще 500 килограмм зол все я снесу всю пропаганду вообще вот эту просто от нее не от это потому что что особенно обидно вот газета сторона газдепи они были ошарашены нашим интеллектом когда они шагали там там сям везде побеждали своим интернетом все а вот когда я увидел их вот этих быков вот это слабоумные их пропаганду они берут только массовость вот массовость и все я еще как бы сделал по поводу вот этой информационной войны которую можно с успехом вести не только здесь ну и там в газдепе ну вот если бы у наших коммунистов было побольше фантазии то ну по-моему настала пора встретиться с представителями black matters там еще какие-то организации там и с организациями трампа познакомиться вообще шотландцами познакомиться с иранской республиканской партии познакомиться раз уж такое горячее участие вот эти все вся все на глазах сопринимают в наших внутренних делах как что рассказывают всем что русские оккупируют русских понимаете то ну и нам как бы хорошо им тоже бы помочь так хорошо помочь чтобы век нас помнили как бы так 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 вот я